Но тем временем мы уже не одни в нашей студии. У нас в гостях Артём Евтушенко, эксперт регионального отделения ОНФ в Республике Крым. Ну и расскажите, пожалуйста, тема нашей сегодняшней беседы это мониторинг организации питания. И что такое вообще мониторинг организации питания? Доброе утро. Мы проводим мониторинг по поручению президента, который является лидером ОНФ. И, соответственно, этот мониторинг проходит по всей стране. Вот мы выполняем в Республике Крым. Мы ездим по городам и районам. И, в общем-то, проверяем детские сады и школы, насколько правильно и качественно организовано питание для детей. А вот как проверка организации? Потому что я помню, учился в школе, у меня был учитель геологии, он мне говорил, Дима, вот устройся дегустатором, и вся жизнь будет просто как песня. То есть вы ездите по этим учреждениям и, наверное, пробуете много чего? По-другому немного проходит. Во-первых, мы координируем непосредственно мониторинг. В мониторинге принимают участие специалисты и эксперты Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и так далее. Поэтому, соответственно, мы заходим, берем пробы тех товаров, которые непосредственно находятся... В детском саду или в школе, да. Смотрите, наверное, да, там срок годности или там молоко, то ли молоко. Мне кажется, дело в том, что еще не только смотрят срок годности, а наоборот берут как раз таки анализы, как вы сказали. Значит, да, берут пробы, ну, непосредственно, действительно, мы проверяем все и непосредственно, как хранится, как используется, но в то же время и проверяется, непосредственно берется на пробы и смотрится, а есть ли фальсификат или нет. Вот, например, сыры очень часто попадают в этом воде, и, кстати, это видно еще экономически, потому что, когда сыр стоит 270 рублей за килограмм, а мы понимаем, что для того, чтобы произвести один килограмм сыра, необходимо 12 литров молока, а это по 24 рубля за литр, соответственно, уже получается 290. Вопрос, как может сыр стоить дешевле сырья, ну, при условии того, что его нужно переработать, привезти и так далее, сделать какую-то наценку. Стоимость гораздо больше. Да, поэтому это пальмовое масло, скорее всего, то есть с помощью него бодяжат, то есть, соответственно, разбавляют и удешевляют тем самым продукт. И вот, кстати, один из немаловажных моментов, что за последнее время, вот мы 2 года мониторим, очень сильно уменьшилось количество, особенно с материка, поставок именно как раз-таки дешевых товаров. Ну, потому что тогда они выигрывали по тендерам за низкую цену, но когда начали отменять контракты, когда начали их на фальсификате ловить, то, соответственно, они просто перестали участвовать в тендерах. То есть, правильно я понимаю, по документам все прекрасно, все замечательно, приезжают проверка, смотрят, ага, вот здесь вот нарушение. Вот как количество подобных случаев сократилось? Да, в общем-то, практически уже уменьшается до нуля. То есть, если раньше мы, когда приезжали, отбирали на пробы какие-либо там, основном это молочка, то где-то половина, наверное, выстреливала положительно. То есть, о том, что... Это очень много. Да, сейчас это, ну, вот мы, по крайней мере, в Симферополе, мы еще пока вот мониторинг проводим, это сколько у нас, 4 выезда было, мы ни разу еще не нашли фальсификата. Ну, вот, а как же... Хороший показатель. Да, это правда, это очень много. Ну, вот, а как в нашем регионе отличается ситуация от других регионов? Ведь мониторинг проходит во всей стране. Вы знаете, по-разному, и на самом деле тут больше даже не как по регионам, а у нас даже видно по городам и по районам. То есть, она прям кардинально, ну, отличается, например, там, Джанкойский район и Симферополь. Но вот пока я могу сказать так, что столица все-таки держит свою планку, и действительно у нас не все, конечно, ну, идеально, как хотелось бы, но, в общем-то, лучше, чем везде. То есть, по факту, если ваш ребенок сзади ходит в Джанкой, то лучше ему свой срок и дорогу делать, да? Нет, подожди, мне кажется, что, скорее всего, наверное, ситуация разная. Вот где она самая критическая? Ну, вот то, что мы видели, это был все-таки Джанкойский район. Вот, но, опять же, но они исправляются тоже. Там с молочными были тоже. То есть, видно, по крайней мере, видно динамика положительная. Но вот, опять же, понимаете, мы-то проверяем, мониторим, это одно. Но дело в том, что в каждой школе есть брокеражная комиссия, в которую входят члены родительского комитета. Опять же, классные руководители, которые заводят детей, они же видят, чем кормят и так далее. То есть, одно из таких основных нарушений, которые мы видели, это просто недовесы. То есть, они доходили там до 50%. То есть, 30% это такой средний. 50% недовеса? Недовеса, да. И поэтому мы всегда, когда я захожу, я сразу в столовую захожу, я смотрю, чтобы, ну, на столе, если было накрыто, я сразу беру ряд порций и начинаю взвешивать. И понимаю о том, ну, насколько соответственно, конечно, когда комиссия заходит и при нас начинают накладывать, то всегда, наоборот, больше. И мы, конечно, так с усмешкой говорим, ну, а где вы же тогда берете, ну, у вас же определенная закладка на определенное количество, да, детей. Если вы перекладываете, то, соответственно, не хватает. Если где-то стало больше, значит, где-то стало меньше. Значит, вчерашние порции были поменьше. Да, и, соответственно, мы реагируем всегда и выезжаем в те учебные заведения, где к нам обращались родители, либо кто-то, ну, то есть, с жалобой. А такое бывает, да? Конечно, ну, мы постоянно выбираем, в общем, там, например, вот недавно мы были в школе, и нам просто сказали, что каши, ну, постоянно обращались о том, что каша холодная. Ну, то есть, она имеет форму, то есть, ее, ну, грубо говоря, можно, можно как блин вертеть и так далее, ну, она уже застывшая. Соответственно, мы приехали проверить. Да, когда мы приехали на мониторинг, с кашей все было в порядке, но, опять же, мы не предупреждаем, то есть, мы всегда экспромтом приезжаем, и, кстати, вот с вашими коллегами, то есть, всегда камера все это снимает, поэтому, ну, иногда очень удивлены, нас даже не всегда хотят пускать. Ну, опять же, так как мы ОНФ, то, да, то есть, у нас чуть не было больше. Слушайте, пожалуйста, вот, хорошо, что делать родителям, если заподозрили, что их ребенка кормят ненадлежащим образом в школе, либо в детском саду, куда обращаться, куда бежать? Можно обращаться в ОНФ по всем, общероссийский народный фронт, по всем каналам доступным, то есть, есть сайт, на сайте есть республиканские отделения, отделения в республике Крым, соответственно, там есть контакты. Находимся мы физически на Карломарксе 41, ну, соответственно, телефоны, имейлы, ватсап, вайбер, все что угодно. Ну, и в интернете можно все увидеть, да? Артем, благодарим вас за ваши старания, что действительно в Крыму, в детских садах кушать теперь приятнее и безопаснее.